всем привет и сегодня снова с вами я на моем канале о жизни в Канаде в рубрике путешествия и у нас это видео о путешествии на север-Квебек северо-восток Квебек по северной части Сан-Лоран а также реки Сагней по-французски Сагней по-английски это Сагняй в общем как хотите это национальные парки это вода большой реки Сан-Лоран которая впадает в Атлантический океан также это место где река Сагней упадает в Сан-Лоран и вообще это прекрасные прекрасные места но не буду долго начинать главное подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик потому что это путешествие разбито мне на два видео так как я не хочу делать большие и поехали ну внешне он такой красивый и внутри красивый но мы конечно поздно приехали поэтому уже все закрыто а такой симпатичный номер гостиница вообще внешне очень красиво и внутри я обязательно сниму все чистенько аккуратненько много надо времени между чек и нам и чекаутом потому что им нужно время обработать номер и все для вашей же безопасности одно из главных изменений правила поведения в отеле это всегда и везде вы должны носить маски утром мы проехались по Квебекуилю кто не знает это столица Квебека город расположенный на востоке от Монреаля вдоль реки Сан-Лоран это прекрасный старинный город расположен на вершине скалы он привлекает туристы своей богатой истории и непередаваемой романтической атмосферы одним из красивейших мест которая привлекает множество туристов является отель Chateau Fontenac строительство его было завершено в 1893 году он похож на настоящий дворец из окон гостиничных номеров открывается великолепный вид на равнину Авраама просторное зеленое поле на котором состоялась легендарная битва английской и французской армии так как в Беквиль или Квебек сити расположен достаточно холодном месте то он славится зимними карнавалами парадами конкурсами снежных фигур всевозможными спортивными соревнованиями и музыкальными представлениями а что касается ресторанов то местные заведения могут предложить посетителям блюда самых различных разнообразных кухни а это вы видите знаменитый водопад Монмаранси которым тоже Квебек славится есть Квебека мы отправились далее на восток вдоль реки Святого Лаврентия сама мы восхищались бесконечно прекраснейшими пейзажами дорогой лесами небом облаками итак восхищаюсь бесконечно прекрасными пейзажами вдоль северного белега реки Святого Лаврентия мы доехали до тадусака но чтобы попасть в сам город надо пересечь реку сагани как раз в том месте где она впадает в реку святого лаврентия саганьо это место где можно посмотреть канадские фьорды которые кстати считаются одними из самых глубоких в мире мы воспользовались бесплатным паромом который ходит там каждые 15 минут работает он 24 на 7 7 день в неделю и круглосуточно там была очередь мы попали аж на третий паром к сожалению с парома фьорды кажутся совсем обычными просто скалистые берега не то что подразумевается при слове и но дальше в следующем видео вы увидите обязательно когда мы ходили в национальный парк именно саганьо фьорд нэшнл парк вместе переправы просторы реки святого лаврентия такие что противоположный берег совершенно не видно кажется бесконечная синяя даль тадусак по сути и не город это такая деревенька и живет он за счет туризма предлагаю китовые круизы на различных лодках самый распространенный из них это зодиак существует и пеший маршрут для наблюдения за китами я все ссылки оставлю в описании конечно недалеко от тадусака есть и дюны песчаные пляжи но в самой деревне это каменистые берега безумно красивые привет и наконец мы добрались до этого ресторана естественном в описании я там название либо еще по экрану чтобы было больше и мы заказали лобстер мы так давно мечтали об этом но в общем сейчас посмотрим какие они вкусные линия мы мечтали их поесть именно в этом ресторане макс помашьи нет кися а вот конечно тяжело англоговорящим людям здесь я смотрю они вообще никто не говорит по-английски но есть все равно они стараются и вот такой вид красивый конечно и 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 после вкусненького такого обеда мы пошли прогуляться тут же рядом сразу за рестораном и что я вам скажу конечно воздух здесь необыкновенный он очень отличается от нашего вонтарио отличается даже от того кубка который мы знаем сладкий вкусный чистейший такой кристальный что не шах то меняется пейзаж эти красивейшие камни простор ну я я не знаю не хватает на нас лу для описания я конечно не художник слова но очень красиво безумно очень красиво безумно очень красиво безумно и 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 А остановились мы в гостинице на три ночи в городе Саганёй. Название пущу по экрану. Я не успела снять номер до того, как захламили своими вещами. Но, тем не менее, он достаточно большой, хороший. Смотри, тебя всё равно видно. А на следующий день мы поехали в парк. Название на экране. Пикамарс. И она такая вот горная, с порогами, с водопадами. Очень красивое место, очень красивый вообще парк. Мы, конечно, взяли самый короткий трейл, но он самый интересный. А вообще, там есть такие аттракционы, как экскурсия наблюдения за медведями. Также вы можете ориентовать каяки и большие трейлы, которые там на гору в высоту. Очень красивый парк, бесподобный. Идём мы вдоль реки. Вот какая тряпинка у нас. А что ж ты не взял с собой? И вот так, аромат такой, хвои, липы, цветов. Ой, класс. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И поехали в магазин IJ, где мы купили свежайшую рыбу красную и креветок. И это все мы будем чуть позже готовить на барбекю. И это было непередаваемо. Продолжение следует... А потом мы поехали еще в один парк, название на экране. Заплатили 18 долларов, но бежали оттуда бегом, потому что начало летать столько всякой фигни кусающей. И вот мы приехали в такое замечательное место приготовить свой ужин в барбекю. Мы взяли с собой мангал из дома и теперь купили щепок, дрова и угля. Вот, и теперь будем готовить наши овощи, картошечку, рыбку, креветочки. И все это в таком месте красивом, с таким свежим воздухом. Ой, это незабываемое впечатление. Все ссылки, где можно покушать или приготовить что-либо на мангале, я обязательно оставлю внизу в описании. Потому что здесь вообще с этим проблема. Особенно вдоль Святого Лаврентия. Это на следующий день мы увидим. Рыбка ждет еще своего часа, а сосиски и картошка с грибаном готовы. Так, это конец был первой части. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть этого путешествия. А я вам желаю здоровья, добра и позитива. А также путешествуйте. Продолжение следует...